здравствуйте друзья мы тут последнее время разные места вам показывали с точки зрения там этих open house до продается тут продается там и вот как раз мы парочку показали в городе из палалта которые на сегодня является самым что ни на есть дешевым с точки зрения недвижимости в кремниевой долине уже дешевле ничего не хотя и там тоже меньше там чем тысяч там 700 и там около этого тоже не найти и вот как прямо в руку понимаешь читаю я тут статью пару дней назад лос-анджелес таймс и статья это посвящено тому что в калифорнии в целом штате не хватает полтора миллиона единиц они называют affordable housing то есть такого доступного жилья доступного жилья полтора миллиона единиц это в штате с населением там я боюсь соврать сейчас миллионов 37 примерно вот такого плана легального то есть мы про нелегальное не знаем но пролегать и я тогда начну с того что считается affordable хаузинг то есть вот как сказать у человека хаузинг affordable или не affordable значит говорят так если ты тратишь на свой дом или не свой дом или квартиру свою или не свою квартиру если твои расходы на жилье превышают треть твоих доходов треть не кешевых не кешевых а то такс то у тебя нет affordable хаузинг то есть affordable это когда треть и меньше треть и меньше и люди у которых нету столько возможности affordable себе нет не могут afford afford как у нас говорят вот им тогда государство всякие субсидии выдает и так далее если вы слышали когда-нибудь про так называемую восьмую программу это вот калифорния 8 может быть где то еще по другому называется но вот это для бедных у которых денег нету и тогда государство доплачивает если человек получил эту программу то государство за него доплачивает лендлорду владельцу так сказать недвижимости таким образом такую сумму доплачивает чтобы человеку стоило ровно треть но они не имели ввиду в этой статье что надо больше денег тратить на то чтобы людям доплачивать нет они они не об этом говорили они говорили о том что растут цены на жилье и на рент и ноги на покупку и при этом нет такого роста зарплаты который бы покрывал вот этот рост цен на жилье то есть все меньше и меньше людей оказывается в категории вот в этой я может не стал бы про статью эту рассказывать если бы не тот факт что это касается не только калифорнии а практически повсеместно по стране повсеместно по стране происходит рост стоимости рента и самой недвижимости и последнее время вы знаете экономическая ситуация такая что был кризис потом значит несколько лет шла борьба за то чтобы вот безработицу как-то укандохать вот наконец вроде бы укандохали безработицу месяц назад сказали что у нас тоже называется full employment то есть вроде как все кто хочет работать все работают и при этом как бы зарплаты не росли ну скажем так за последние лет десять можно сказать что зарплаты не росли а недвижимость росла в цене я не хочу сказать что какие-то там чудовищные перекусы но когда вы смотрите на картинке вот когда материал на эту тему печатают то вы видите что растет 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 вот это вот степень недоступности растет и была за неделю до этого статья в блумберге где расписывали такой как бы принцип объясняли и на картинках показывали о том что жилье становится все менее менее доступным и речь не шла о том что находится в категории affordable housing а речь шла о том что люди не могут себе позволить жилье там где они работают живут и работают но там стрелочка впереди видите там что-то такое приключилось нет 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 там просто не работали на одну полосу да 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 там ночью ремонтируют highway правда да две полосы сливают так вот лидером в этом движении в сторону того что получают люди недостаточно чтобы снимать жилье или покупать жилье лидером в этом движении является сан-франциско но там в общем-то много так и других совершенно замечательных мест где происходит такая же картина к этому делу я добавлю еще одну как бы сторону вы все слышали про поколение baby boomer of это люди которые где-то 46 там до 64 года родились такое послевоенное поколение вот мы со светлой прямо в серединке этого baby boomer ского движения то что было после baby boomer of я там точно с годами боюсь напутать но там следующие лет 18-20 это были так называемое поколение x x generation x и после них идут так называемые millenials то есть люди которым при в момент наступления нового тысячелетия было там сколько-то лет я скажу что millenials это примерно те кто лет 35 так вот и допустим там не знаю 18 вот такого 17 16 вы можете посмотреть на самом деле где-то википедия я извиняюсь что по памяти не помню но так вышло но но идея понятна так вот за счет получается каждое вот это поколение baby boomers там до generation поколение x millenials они чем-то как поколение все вместе чем-то характеризуются также как например до baby boomer of было поколение тоже интересно и вот в частности эти millenials характеризуются тем что они как бы мало приспособлены к жизни относительно вот более старших поколений то есть как-то им больше доставалось в готовом виде вот посмотрите как молодняк голосует за сандерса вот это они бываете им хочется бесплатного образования им хочется бесплатной медицины им хочется чтобы им что-то дали вот просто так далее и все то есть они как бы сказать ментально вот в этом вот таком социалистическом таком направлении не приспособлены к зарабатыванию и так далее безусловно там есть разные люди но вот как бы характеристика поколения так и я видел такую статейку интересную тоже в блумберге очень занятное название у нее было название было такое пенсионный план baby boomer of это сдавать жилье millenials да вот этим то есть это поколение можно сказать почти внуков ну или там очень таких младших детей или даже внуков вот им сдавать и расписывают истории как допустим люди ну вот скажем жил человек в калифорнии и стало ему здесь дорого и тяжело и так далее не в калифорнии вообще вот тут где дорого скажем в бери да там силиконовой долине или может быть он жил где-то нибудь там есть очень дорогие места между лос-анджелесом и сан-диего тоже там короче вот у них есть какие-то деньги они зарабатывают может быть и у них есть ну да они же baby boomer значит они зарабатывают они продали свою недвижимость какую-то дорогую и поехали жить например во флориду и вот они приехали во флориду и на свои деньги которые у них есть они купили себе дом там за двести пятьдесят тысяч и еще четыре дома рядом чтобы их сдавать значит кому сдавать сдавать millenials почему millenials потому что жилье делается все более и более недоступным таким образом люди которые раньше успели они успели а те которые позже подошли до для них не хватает пирога этого делу к этому делу вот сейчас например в бери мы видим вот у самой света сидит она может быть что-то скажет мы видим что вместо домов начинают там где земля появляются начинают строить какие-то там ну не небоскребы но все-таки в два этажа в три этажа квартиры начинают строить раньше квартир то почти не было правда ну начинается действительно чтобы маленькая была проекция этой квартиры на землю да и получаешь она там трехэтажная но это типа как там хауза на самом деле квартира да да и она в общем-то там даже есть какая-то площадь на если на этой площади вычесть все лестницы которые туда включены то есть мало того что вместо дома они говорят давай в квартире будешь жить ну или в таунхаузе таунхаузе тоже строят я даже думаю что тенденция вообще такая что молодые люди то есть о покупке вообще речь не идет молодые люди которые выходят на работу начинают хоть что-то зарабатывать да и хотят отделиться от родителей очевидно их удел будет жить с румейтами вообще исходя из цен ну давай так значит все таки все таки значит если мы говорим про новое строительство то квартира в новом доме вот сейчас много сейчас а мы же едем серебра каждый день я иду на работу и ребята видят как у меня по правую руку вдоль л камина рил улицы застраивается на вот эти дома такие квартиры в таких домах стоит тысяч пять это имеется в виду рент но они какие шикарные там все замечательно и так далее но когда ты говоришь что они должны заниматься именно руб мейтсом все-таки ван бедрум можно можно снять там ну грубо там за 2000 если отъехать от самого центра кремниевой долины может быть даже и за 1600 700 ну тогда человек по твоей логике грязными должен зарабатывать хотя бы 6000 грязными в месяц почему 6 ну чтобы треть была не больше трети был это если мы говорим о том что у него affordable housing значит да если он получает 6000 месяц скажем они 6 даже даже так 5 он получает 5000 и он 1700 как раз треть от этого делает то есть он получает 60000 год и он может тогда один снять на себя этот ван бетром но если их двое там они получают чуть больше для них это будет affordable но есть люди для которых это не affordable но 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 то есть они они могут отдать не не треть а могут отдать половину то есть она не не идет по разряду affordable housing но все равно они будут ну да снимают больше платят я тебе скажу такую вещь ты можешь приехать и быть с руммейтами да и то что ты платишь с руммейтами может быть гораздо больше чем треть и даже половину того что заработать это же дело такое но мы видим тоже мы тоже сами являемся владельцами у нас снимали ребята которые с руммейтами каждому по спальне с туалетом за несколько человек снимаю дом или квартиру сейчас вот квартиры комната например комната с туалетом да про комната это 1400 долларов где-то вот так люди платят но все-таки это это относительно affordable для большинства но вопрос то что это не какое-то такое роскошное жилье получается что люди с одной стороны мы говорим они уезжают другие места они уезжают там северную каролину они уезжают вашингтон в ориган там не знаю в колорадо в техас и так далее то есть разъезжаются из из дорогих мест из нью-йорка движение тоже большое кстати нет не только не только у нас отсюда но понимаешь что интересно вот это вот поколение миллениум поколение миллениум они как бы подходят к разбору да где уже разобралась им как бы не хватает на них но есть который убирает скорости они бегут за последним вагоном кто-то успевает скачать была огромная статья о фейсбуке о том что женщина выросла бери американка выросла в саневэйле и видимо она закончила школу потом уехала куда-то в другой штат учиться в университете а за это время там ее родители может быть состарились умерли в общем она каким-то образом потеряла то есть может быть не ей оставили это же я не знаю почему родители имея которые имели жилье в калифорнии не оставили если она допустим было единственным данным так что об этом не пишется но она говорит что она выросла в калифорнии бери как бери конкретно в саневэйле она очень любит эти места и она семья хотела здесь снова поселиться у нее муж и двое детей когда она вернулась сюда она поняла что она не может себе позволить жилье больше да и она говорит что же это за безобразие люди коренные американцы коренные саневэйльцы больше не могут себе позволить купить жилье там где они выросли там где они жили светик ты посмотри что произошло вот буквально пару дней назад пару дней назад но неделю когда трамп выступал с экономической программой а в четверг вот на прошлой неделе выступала клинтон буквально через пару дней после него значит и у обоих в экономической программе у них сегодня стоит вопрос что в америке не хватает опорда был хаузен это безусловно влияние сандерса но сандерс показал как бы он вытащил это на поверхность и это и другая партия увидела крик народный и демократы естественным образом а республиканцы которые тоже интересуются как бы электоратом сандерса до протестным таким и они все говорят да давайте нам идите к нам причем клинтон довольно конкретно но скажем так почти конкретно высказать на эту тему а трамп сказал ну это вопрос над которым мы будем думать и которые надо решать вот он так сформулировал вот а клинтона так как бы более более корректно самым решением вопроса для демократа является установить рент-контроль выше какой-то цены на счет стоимости поднимать это же беда ты прыгай про рент говоря ну свет мы не знаем честно я я не знаю какие у нее решения редко трон не решение уже все знают но мы другом говорим тема становится острой в обществе подрастает поколение которому грубо говоря негде жить и не светит не светит приобрести но они могут жить каких-то местах где может быть все дешево например сегодня средняя цена дома в сша вот я недавно читал статистику средняя цена дома в сша 188 тысяч это не это не большие деньги совсем но в новых местах где средняя стоимость 180 тысяч какие-нибудь средние зарплаты при этом цвет вот давай посмотрим на флориду да люди работают в туристическом как бы бизнесе получают я не знаю даже восемь долларов в час даже восемь долларов час но двое вот муж и жена 8 долларов в час это уже 30 тысяч в год если они получают 30 тысяч в год они могут например за 150 тысяч купить дом пусть будет 180 ну хорошо они совсем бедные они совсем мало получают пусть они не покупают средний дом после купить немножко дешевле этот дом будет 150 тысяч стоит и таких домов свет и по флориде полно и в сакрамент полно за 150 тысяч можно купить нет но еще раз конечно есть правило есть исключение наверное где то есть места но нужно понимать что там где дома стоят 180 тысяч и дальше это не самые лучшие места это не это не это не те места где люди много зарабатывают это правда да и может быть там совершенно нормально жить но это не те места где люди много зарабатывают я хочу сказать что даже такие вот штаты как орегон казалось бы да ну что там орегон ну ну леса там очень хорошая природа там все это местами там на севере нет порта нет комаров комары там делать озерные края так вот к чему я говорю и даже в порту где цены выросли за последние лет там 15-20 страшное дело и он уже перестал быть таким дешевым перестал быть дешевым вашингтон ну то есть конечно там есть подешевле подороже но в общем то там где есть работа там где люди нормально зарабатывают на каком-то расстоянии от этого места все дорого то есть конечно одно дело дорого миллиона другое дело дорого там скажем 350 400 тысяч но все равно то есть 400 тысяч это что же двойной как бы средний дом по цене очень понятно как будет выживать это поколение миллениумов да хотя те кому от бабушек дедушек не достанется от бабушек дедушек или от родителей как им выживать не это не очень понятно но это становится это уже стало национальной проблемой которые обсуждают политики наверное какие-то решения там будут но если это демократические управляющие решения то это пока что вы видим демократически это ограничить теперь мы не знаем честность нет не надо так ты 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 же зачем такой значит следующий момент ну вот какой поворотик такой тут другой момент интересный значит вроде бы у нас тут на местности до этажность растет начали строить такие до до площадь сокращается то есть вместо дома значит ты имеешь квартиру или таунхаус это меньше площади хотя ты начал расти вверх но что интересно в силу того что идет рост цен все равно идет где-то где-то может быть даже падает потом растет вот за десять лет буквально наш наше такое вот видение вот мы здесь 25 за 10 лет таки да растет вдвое в среднем из этих десяти лет она может быть удваивается не за все десять лет а допустим да там за три года или за четыре а остальные там 6 или 7 она либо падает либо на месте стоят но вот вот такой рост значит что получается сегодня квартира которая строится в новом доме квартира стоит больше чем очень приличный дом стоил вам допустим 10 лет назад я уж не говорю про то что было 20 я помню время когда мы только приехали и у нас не было денег естественно покупать дом и мы стали прицениваться квартире когда минимум и нам друзья когда вы что это вообще такая глупость они такие дешевые они не растут цене они плохо растут цене а в итоге оказалось это наша золотая жила но в общем да но на самом деле он вот так и поскольку 20 лет прошло как вы покупали вот как раз так и вырос в четыре раза до больше а потом мы купили на самом спаде там еще вот это произошло мы купили в самом самом низу да она выросла больше но выросла может пять раз или шесть тут есть еще другой момент есть разные территории как бы вот есть места которые мы приехали они уже были очень дорогие а есть места которые были бросовыми вот я помню на наших глазах кемпбелл был недооцененным местом и кремонт там были цены значительно ниже но это все выровнялось очень быстренько я помню когда мы только квартиру наш покупали за там сто тридцать тысяч первую и в это время дом в пола выспал алтого темы порой по последние пару домов показывали до 60 ты 60 ты что ли да никто не хотел селиться нет ну конечно там было страшное место я просто к чему говорю что то есть где-то ночью она может быть более affordable но но как бы да да но как бы думаешь не гонялся бы ты поп за дешевизную вот а сегодня там уже меньше 700 тысяч ничего нет привык а прошло сколько прошло там 20 с небольшим лет и значит она выросла что получается здесь в 12 раз выросла в 13 так что еще еще будет расти будет какая-то неравномерность том как растут разные районы да просто потому что люди как бы не успевают понять да вот ну человек же мыслит локально он просто с ним случается вот с ним случается что он потерял дом потому что что-то нахапал с ним случается что он купил на самом самом низу а там через 10 лет продал через три года продал она вдвое дороже было это случается никто этого не может планировать никто не знает вообще ты знаешь что мы когда в россии жили так у нас не случалось ничего потому что ничего не было да в этом смысле было проще а тут вот экономические законы начинаешь буквально своей собственной шкурой чувствовать как экономика развивается синусоидально понимаешь с точки зрения ментальности так сказать нашей молодости да вот основной вопрос который бы сейчас задавался это был вопрос кто позволил начальство должно было разрешить вот где мы сейчас находимся смысле экономики да мы находимся на пике этой волны синусоиды или можно начинаем спускаться и у нас еще подъем это вопрос на который разные люди по-разному отвечают и я все время там почитываю мне интересно и вот начиная от того что уже все сейчас как жахнет и кончая тем что еще все впереди ну в общем да сколько людей столько мне нет но там же специалисты пишут понятно если в пив-бар пойдешь тем не менее столько они среди специалистов каждого тоже свое мнение и я тебе уверяю что у них есть аргументы в защиту своего мнения все правильно и каждый просто понимаешь каждый видит там кусочек слона и никто не знает про всего слона то есть может быть знают но молчит так что те кто те кто в общем публичных так и средствах массовой информации они так я сказал немножко спекулятивно с какой-то аджендой у нас не было задачи как бы еще в этом разговоре предсказать ничего или сказать бежит туда беги туда беги сюда кого-то сказать что не беги вообще никуда потому что никто не знает как она сложится до друзья 188 тысяч средний дом это неплохо я вам скажу что если дом 188 тысяч то средняя квартира это может быть там я не знаю это вы 120 или так 90 или 100 я не знаю но не здесь мне конечно не здесь но средняя здесь не средне средне это в аляску включает тоже знаешь как бывает на аляске наоборот программа там выплачивать ты знаешь что у аляски сейчас очень плохо с деньгами потому что они их экономика держалась на нефти и они там субсидировали все подряд сейчас они уже не могут там на аляске от большие проблемы послушаем мы помним время когда штат калифорнии был банкротом да они выковырились и все стало хорошо поэтому они тоже что-то придумаем даже если такая вещь не только отдельные люди целые штаты ну что же хорошо ладно друзья мы с вами прощаемся и до скорых встреч